Приветствую, друзья. Вот зачем нужно было смотреть прямую линию с Путиным? Мы все понимаем, что это все более унылое и все равно повторяющееся из года в год зрелище. Вы понимаете, уже нет смысла никакого. Да, ответы Путина, это выглядит все более жалко и бессмысленно. Но вот даже отобранные вопросы, вопросы от граждан, дают представление о том, что волнует людей. Вот как прожить человеку, моей маме, например, зарплатой, равной прожиточному минимуму? Дрова очень дорогие. Зарплата маленькая, 12 700 рублей. Еще на работе из нее вычитают кредит, остается полторы тысячи. Очевидно, людей волнуют цены, людей волнуют доходы, невозможность свести концы с концами. Иначе говоря, бедность. Бедность – это ключевая для подавляющего большинства сограждан проблема. Откуда берется бедность в стране, которая экспортирует сырьевых товаров на многие сотни миллиардов долларов? В чем причина бедности? Как власть ее скрывает и что с ней делать? Вот об этом и поговорим сегодня. Вообще, бедность и ее уровень – это хороший критерий для оценки качества работы государства. Государство же должно работать для граждан. Поэтому много бедных – плохое государство, даже если у него самые длинные ракетоносцы и самые большие ракеты. Мало бедных – государство хорошее. Как в Швейцарии. Вот спросите себя, вы хотели бы расти детей и жить на пенсии в Швейцарии? А сколько у нас в стране бедных? Российские власти определяют уровень бедности как величину прожиточного минимума. Прожиточный минимум, в свою очередь, определяется при помощи минимальной потребительской корзины. Потребительская корзина, как вы можете убедиться, соответствует даже не бедности, а нищете. Поэтому составленный на такой основе прожиточный минимум приближается к физиологическому минимуму потребления. Это тот уровень, ниже которого человек просто начинает умирать от голода. Прожиточный минимум – это не бедность, это крайняя бедность или нищета. И в такой нищете живет почти 18 миллионов россиян. Это очень много. Это 12% граждан. Это каждый девятый гражданин, который живет в нищете. Это на 22-м году правление великого и успешного Владимира Владимировича. Мы, безусловно, обречены на успех. Да? Спасибо вам большое. Это при том, что цены на нефть за эти 20 лет были в разы выше, чем в 90-е. Кстати, очень познавательно посмотреть на изменения доли россиян, живущих за чертой бедности. Ну или правильнее – за чертой нищеты. Обратите внимание на закономерность. С 2000 по 2007 год количество бедных достаточно бодро снижалось. Затем было небольшое снижение в 2012. А дальше доля живущих за чертой бедности не только не уменьшалась, но и выросла. Почему я говорю про закономерность? Я уже приводил пару графиков в предыдущих видео, и они, очевидно, связаны с этим. Вот динамика роста ВВП. Видите, с 2000 по 2008 год средний рост 7% в год. Затем провал, небольшой отскок и нынешние почти нулевые темпы. То есть, сначала все идет относительно неплохо. До 2008 года растет экономика, бедность сокращается. А потом бац – падение цены на нефть и все достижения на смарку. Злопыхатели могут подумать, что все успехи путинского правления связаны с нефтью. Но не спешите думать о Путине. Лучше, чем он того заслуживает. Да, успехи в экономике и в борьбе с бедностью обнулились с падением цены на нефть. Но цена на нефть вернулась на очень высокие уровни. А вот экономика и уровень бедности так и остались. Получается, что в первые два срока у Путина получалось хотя бы соответствовать росту цены на нефть. А после возвращения на пост президента даже это уже не удается. Это, кстати, очень наглядный и бесспорный аргумент, зачем нужна обязательная сменяемость власти и конституционное ограничение по срокам. Но вернемся к проблеме бедности. Даже такой, не разбирающийся в экономике президент, как Путин, должен понимать, что бедность является или будет являться для него политической проблемой. Почему же он не пытается решить эту проблему? На словах пытается. Основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Нужно таргетировать бедность. Уменьшить бедность в два раза. Таргетировать эту бедность. Кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности. Ну вот на деле поделать что-либо с бедностью у Путина никак не получается. И, к сожалению, не получится. На это есть три причины. Первое. Путин и его шайка не понимают, как работает экономика. Они правда считают, что можно собрать весь бизнес в монополии, раздать по друзьям, и тогда все заработает. Ну, газ отдать там другу Миллеру, нефть отдать другу Сечину, оборонку другу Чемизову. Остальное передать на кормление ФСБ прочим контролерам в погонах и без. Но так и бизнес, и экономика не работают. Бизнесу нужна гарантия частной собственности, а экономике конкуренция. Когда этого нет, то даже дорогая нефть, дорогие газы, металлы не вытягивают ничего. И это первая причина высокого уровня бедности в потенциально очень богатой стране. Власть не способна обеспечить рост экономики, чтобы денег хватало всем. А если денег на всех не хватает, то встает вопрос, а как делить? И вот здесь становится явно и вторая причина высокого уровня бедности. Путин и его шайка пришли во власть, чтобы разбогатеть. В условиях не растущей экономики для них вопрос всегда стоит или-или, или гражданам, или себе. 7 082, 2 рубля, это по уходу за ребенком, и само пособие, это 900 рублей. Хватает исключительно только на еду. Понятно, что они выбирают не граждан. Поэтому, когда вы видите, что в Белгородской области, например, в 2021 году прожиточный минимум установлен на уровне 9720 рублей в месяц, вы должны понимать, что это напрямую связано с тем, что у Путина в распоряжении больше 20 резиденций. А тот факт, что в Пензенской области гражданам предлагают в месяц жить на 9610 рублей, имеет прямое отношение к тому, что строительный бизнес дочери Шойгу приносит прибыль в 2 миллиарда рублей при рентабельности аж в 80%. И тут дело даже не в том, сколько чиновники, их родственники, тащат из бюджета напрямую. Конечно, если взять их дворцы, яхты, квартиры, хранилища наличных, этого все равно не хватит, чтобы решить проблему бедности. Но вот если отменить все, из чего они тащат, все эти бессмысленные стройки, ремонты, закупки у одного поставщика и перекладывание плитки, то ситуацию можно изменить и изменить существенно. Ну и, наконец, третья причина, по которой у нынешней власти не получается решить проблему бедности. Дело в том, что никто и не пытается всерьез решить эту проблему. Уже 20 лет несменяемо с безграничными полномочиями в руководстве страной находятся безопасники. Это люди с психологией сторожа и с представлениями о мире из прошлого века. Они просто не понимают, что сила государства в 21 веке в человеческом потенциале страны, а не в протяженности границы. Поэтому, когда они определяют стратегию государства, то получаются вот такие анекдотические вещи. Поэтому они боятся, что, я цитирую, информационно-психологические диверсии и вестернизация культуры усиливают угрозу утраты своего культурного суверенитета. А боятся-то надо не этого. Боятся надо того, что морковка становится для граждан слишком дорогой, а выплаты по кредитам неподъемными. Бедность – одна из главных проблем для нашей потенциально богатой страны. Бедность – это гуманитарная проблема. Мы не можем позволить нашим соотечественникам жить в нищете, когда чиновники получают миллионы в конвертах. Устройство общества, в котором 20 миллионов граждан живет за чертой бедности, а служащие им чиновники в то же время живут жизнью долларовых миллиардеров – такое устройство несправедливо. Устройство страны, где власть раз за разом остается в руках человека, не способного обеспечить экономический рост даже не как в Китае, а даже на уровне среднемирового. Так вот такое устройство несправедливо. Устройство страны, где за 20 лет средний уровень жизни стал сравним с прошлым беднейшими странами, а все друзья президента при этом настроили себе яхты дворцов – такое устройство несправедливо. При этом бедное население – это еще и тормоз для экономики. Это слабый внутренний спрос, это маленький рынок, это сигнал о том, что экономика не растет теми темпами, которыми должна. И вот это удивительный момент. Проблема бедности таким образом должна объединять и левых, и правых политиков. Для левых это проблема неравенства, несправедливости и неправильного распределения. Для правых бедность – это сигнал о неправильном управлении экономикой, это проблема низкой покупательской способности и слабости среднего класса. Но борьба с бедностью сейчас неминуемо означает борьбу с Путиным. А это в системной оппозиции не принято. Значит, придется сделать кому-то еще. В общем, логика простая. Пока у власти Путина и его друзья бедность не побороть. Поэтому, если вы считаете бедность проблемой для себя и для страны, ваш выбор – ни одного голоса Путину. А как это сделать, мы вам расскажем. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!